Вы замечали, что одни люди общаются легко и непринужденно, а другим это даётся с трудом? Это ещё раз говорит о том, что мы разные, со своими привычками, характером, установками. Сегодня мы расскажем о том, что такое гордыня, как это качество отражается на общении с окружающими, чем отличается от гордости и можно ли с ней справиться. И поможет нам в этом наш эксперт, психолог, медиатор Алла Комаровская. Алла, вот скажите, гордыня – это та черта характера, которая заставляет нас думать, что мы лучше, чем другие. То есть получается, что этот человек эгоист? Я права? Не совсем, Светлана. Смотрите, для эгоиста другие люди не важны. Он просто думает всегда только о себе. Ему не важно, что при этом думают и как себя ощущают другие. А горделивый человек, он возвышается за счёт других людей, то есть он нуждается в других. Это социально отвергаемое чувство, которое возникает как защитная реакция на стыд. И я возвышаюсь над другими. На самом деле я их отвергаю. Я хочу за счёт других почувствовать себя лучше. Ну вот люди, они, в принципе, привыкли жить в каких-то конфликтах, ссорах, обижаться, обвинять, манипулировать и друг другом, и обществом даже. А везде ли вина в гордыне? Вы знаете, гордыня — это такая вершина айсберга. Есть две стороны одной медали. Это гордыня и стыд. Но всё начинается на самом деле с вины. За счёт вины ребёнком очень легко управлять. Это очень удобно для родителя. Но ребёночек, когда чувствует вот эту вину, он ещё и стыдится. У него возникает этот стыд. Я какой-то не такой. За стыдом есть страх отвержения любви родителей. То есть я начинаю подчиняться и быть соответствующим их ожиданиям. Поэтому мне страшно, что они меня разлюбят, и я начинаю делать так, как они хотят, забывая про свои желания. Но ещё ниже лежит боль, боль от отвержения, что родители меня не понимают, не принимают такой, как есть. То есть это не безусловная любовь. И из-за этого я всё время стыжусь, либо я уже не могу столько долго стыдиться. Это очень больно, это неприятно. И как обратная сторона возникает чувство гордыни. Ну вот, Алла, смотрите, мы вот составили такую вот, как бы я бы назвала, шкала, да? Хорошо. Это можно назвать причиной, которые приводят к развитию гордыни. Правильно ли я понимаю? Во-первых, страх и стыд, да? Смотрите, гордыня и стыд, они вот видите на двух полюсах. То есть стыд? Стыд, это получается, когда со мной что-то не так, и я подчиняюсь ожиданиям других. Гордыня, это как уже защитная реакция, которая возникает, боже, я так устал стыдиться, лучше я вас всех отвергну, это не со мной что-то не так, а со всеми другими. Хорошо, тогда скажите мне, получается, мы заговорили о детях, так что гордыня у нас уже развивается с детства? Конечно. И причина, еще раз, вина, страх и стыд. Вина, страх, боль. И дальше мы, получается, как две стороны одной медальки, да? Либо человек становится стыдливо робким и таким застенчивым, знаете, и он боится себя проявлять, либо он настолько, как протест, может, знаете, это же тоже зависит от темперамента, от типа характера, либо как протест он может взять защитой гордыню и сказать, нет, я не буду делать так, как вы хотите, мне вообще вы все не нужны, я один, я самый лучший. Надо же, я даже подумать не могла, что все так сложно устроено. И давайте пригласим сейчас гостю в нашей студии поговорим с ней на эту тему. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Екатерина. Екатерина, очень приятно. Почему эта тема вас интересует? Ну, вы знаете, я тоже себя, собственно, считаю немного гордоливым человеком. Я услышала, что такие ситуации, они провоцируются из детства. И мне это очень знакомо, потому что в детстве я всегда боялась делать что-то не так, чтобы не обидеть своих родителей. Ну, я скажу честно, глядя на вас, вот совсем не подумай, что вам свойственна гордыня. Ну, я тоже так считала. Но, тем не менее, в детстве я была спокойным ребенком, не очень общительным, но во взрослой жизни теперь мне это доставляет уже дискомфорт. То есть мне сложно, непринужденно и легко общаться с людьми. Алла, давайте поможем, может быть, она наговаривает на себя? Конечно, смотрите, не бывает людей, с которыми что-то не так. У нас у каждого с вами всё в порядке, Катерина. Я вам сразу хочу расслабить, успокоить. Почему? Потому что у нас у всех есть какие-то болезненные истории детства. И во взрослом возрасте, чтобы чувствовать себя свободно, мы просто подбираем ключик к своей психике. Мы знаем, что у нас есть особенности. Вот нас растили в такой-то семье, где нас часто винили, стыдили. Но вырастая, мы можем понимать, что это не моё, это навязанное. И мы можем с этим что-то делать. Знаете, многие говорят, не страшно то, что с вами случилось. Страшно, если вы не знаете, что с этим делать. А мы вам сегодня дадим инструменты, и вы будете всё знать. То есть можно говорить так, что гордыня – это как защита. И мы можем говорить, что здесь смело можно ставить знак равенства. Да, совершенно верно. Гордыня – это в данном случае протест. Вот, например, родители говорят, прежде чем сказать, подумай. И это может вызвать совершенно неожиданной реакции у ребёнка. У него будет установка, что если я выражаю своё мнение так, как я думаю, то, значит, меня не принимают. Фильтр – если меня не принимают, значит, меня накажут. Дальше идёт во взрослом возрасте, как продолжение этой истории, что мне нужно всё время молчать. Я не могу высказывать то, что я хочу. И симптом, например, ком в горле. Когда вы не согласны с чьим-то мнением, вам плохо, у вас начинает болеть в груди, кружится голова. То есть вы по этим симптомам можете понять, что что-то идёт не так, что вы хотите сказать, но не можете почему-то. Екатерина, что-то вот из того, что Алла рассказала, было в вашем детстве? Вот в взаимоотношении с родителями, наказания какие-то? Да, безусловно, я узнаю точно себя. Потому что я всегда старалась быть хорошей девочкой, да? Мне никогда не хотелось огорчить их, да? И если родители мои смотрели на меня немного сукаризной, то я лишний раз уже не озвучивала ни свои желания, ни своё мнение. И я всегда считала, что родители правы. Екатерина, давайте мы рассмотрим те распространённые проблемы, с которыми сталкиваются настоящие, то есть истинные гордецы. Отсутствие друзей, несчастливая семья, нет романтики. Ну не только в взаимоотношениях, а вообще по жизни. Беззащитность. Согласны с такими проблемами? Тяжёлое, серьёзное, практически одиночество. Аллочка, у вас комментарии. Да, смотрите, на самом деле семья может быть, но горделивый человек, он не будет замечать, что вся его семья несчастна, потому что он будет бессознательно что-то говорить, что другими будет восприниматься очень больно, очень остро, потому что он впитал в себя тот шаблон поведения, который был передан ему от родителей. И он не знает, как может быть по-другому. Поэтому мы лечимся безусловной любовью, отсутствие друзей. Когда горделивый человек боится, на самом деле, бессознательно создавать вот эти близкие связи, потому что он очень остро реагирует на то, если с его мнением не согласны. Если кто-то выражает другое, отлично это его мнение, он думает, что «Боже, это же со мной что-то не так». Поэтому у него как защитная реакция «Нет, я самый умный, я самый красивый, вы все неправы». Но на самом деле внутри он сомневается в себе, там много комплексов может быть. И с ними нужно подружиться, сказать, что «Да, я чего-то боюсь, это нормально». И просить помощи своих близких, чтобы вам объясняли, чтобы вас принимали, безусловно. Я сейчас кричу, потому что я устала. На самом деле я вас всех люблю, с вами всё в порядке. Катя, у вас друзья есть? Друзья, конечно, есть. Я не могу сказать, что у меня очень критичная ситуация. Но, тем не менее, какие-то звоночки и какие-то симптомы я в этом списке нахожу. Так, а семья есть? Семья есть. Но вы хотите над собой поработать? Безусловно. Нет предела совершенства. И как и в любой семье, есть какие-то нюансы, назовём так. Да, и, конечно, я чувствую, что я пытаюсь доминировать. И про вот эту жёсткость, которую вы говорили, она у меня прослеживается. Екатерина, это здорово, что вы это замечаете за собой. Потому что, если вы это замечаете, вы можете это исправить. Екатерина, вы готовы сделать первые шаги? Будем выстраивать дорожку к выходу из этой ситуации. Да, мне очень интересно. Тогда первый шаг — это успокоиться. И принять себя такой, какая я есть. И что со мной всё в порядке. Просто найти ключик к своей психике. Итак, первый шаг сделан. Так? Шаг номер два — это слышать себя. Слышать, какая потребность на самом деле внутри меня, когда меня одолевают отрицательные чувства либо эмоции. Например, вы злитесь. Подумайте о том, что на самом деле вы сейчас хотите. Вы хотите помощи. Вы хотите одобрения. Вы хотите почувствовать себя ценной, важной. Может быть, вам просто не хватает поддержки и любви. Признайте это и озвучьте это вслух. И шаг номер три — это слышать других. Когда мы не только о себе думаем, но думаем о том, как бы мне в семье, в обществе других людей чувствовать себя комфортно. И чтобы со мной другим тоже было комфортно. А какие мои потребности могут дружить с потребностями других людей? Катерина, ну вот посмотрите, у вас впереди ещё много шагов, которые вы можете сделать самостоятельно. Но вы уже молодец, потому что три вы уже освоили. Да, начало положено. И я чувствую, что ещё, конечно, предстоит большая работа над собой, но вы задали очень хороший вектор. Это очень здорово, Катерина. И я вам скажу, что это нормально, если у вас, например, поначалу не будет получаться что-то. Есть специалисты, помогающие в профессии, к которым вы тоже можете обратиться. Это нормально, потому что мы заботимся не только о своём физическом здоровье, но и эмоциональном здоровье. Поэтому если вы чувствуете, что вам необходима поддержка психолога, с которым вы можете получить новый позитивный эмоциональный опыт в безопасной обстановке, воспользуйтесь этим шансом. А мне кажется, что у Екатерины всё получится. Конечно. Начинать надо с малого. Первое, маленькие, но очень важные шаги Екатерина сделала. Спасибо вам за участие. Желаем вам здоровья, всего доброго. Будьте увереннее, у вас всё получится. И, конечно же, благодарим нашего эксперта-психолога-медиатора Аллу Комаровскую. Огромное спасибо за ваш профессионализм. Спасибо вам. Ну что, ждём вас в гости ещё. Спасибо. Всего доброго. До свидания.